дорогие друзья добрый день меня зовут Алексей Шаров я покажу вам как заниматься сборкой интернет страниц как собирать хороший сайт на что обращать внимание мой друг он работает в крупной сетевой аптеке занимается созданием интернет-магазина его продвижение они выбрали полторы тысячи фокусных товаров их разместили на сайте но этим ограничились и у меня возникла идея записать видеоролик как мне кажется сайт состоит из трех основных компонентов это дизайн функционал и контент если говорить коротко то дизайн он должен быть ясным простым и не перегруженным цветом или картинкой функционал должен быть удобный и простой и все нужные функции должны быть доступны а контент должен быть разного формата то есть могут быть картинки видео тексты какие-то короткие текстовые вставки и другие разные форматы какой подготовительную работу мы провели мы собрали все материалы по сайту и распределили их все по группам первое это видеоролики если у нас есть какие-то видеоролики то мы их естественно складываем в одну папку это видео по продукции следующее это картинки картинки загружается в одну папку и затем распределяется по группам либо по группам отдельных продуктов но в данном случае если говорить о стоматологии это будут группы услуг ну то есть основное у нас в случае продвижения до создания сайта стоматологической клиники у нас есть две основные витрины первое это витрина продуктов но в данном случае услуг это разные виды стоматологических услуг а вторая витрина это врачи То есть, по сути, мы продвигаем либо услуги, корректируя их как-то по цене, что отражает общее состояние рынка. Либо мы двигаем врачей. Лучше делать и то, и то. Ну так вот, есть какие-то группы, в которые не попали никакие картинки. Фоны, например. Вот у меня есть там несколько фонов с ромашками, например. Я их сложил отдельно. Или фотообои для магазина. Вот там акция, она никуда не попадает, просто картинка. То есть, наша задача на данном этапе просто все материалы распределить. Затем это какие-то презентации, PDF-файлы. Это могут быть файлы для загрузки. Или какие-то инструкции и так далее и тому подобное. Все, что может пользователь загружать с вашего сайта. В случае стоматологической клиники, что это могут быть? Это какие-то статьи, собственные клиник, которые врачи написали. Или какие-то короткие рекламные материалы. Или специальные предложения. Ну, например. В данном случае, конечно, материалов много. Поэтому наша задача правильно распределить. Следующее это презентации. Очень много на этом подробно останавливаться не буду. Или там статьи для перевода. Текстовые документы тоже. Все тексты отдельно нужно отгрести. Которые вообще есть. Которые вы нашли. Они могут быть ваши, не ваши, чужие. Какие угодно. Вот весь материал, который вы подготовили. И из него хотите сделать сайт. У меня было составлено техническое задание на разработку сайта. Мы его подробно рассмотрим попозже. Я хотел бы сначала сделать несколько движений по сайту. Используя систему администрирования. А затем пройтись по пунктам технического задания. Потому что будет уже понятно, где что мы создали. Поэтому мы его откладываем. И теперь переходим. Сайт. Нам нужно подцепить из почты все пароли. Значит, все работы по сайту осуществляются. Специалистом. Либо внутренним, либо какой-то компанией наружной. Так, это мы закрываем. Значит, что мы видим. У нас есть сайт на тестовом домене. Собранный программистами. Тут какие-то просто посты. Так называемые рыбные. То есть, они неверные. Для того, чтобы понимать, как может выглядеть оформление продуктов. И на что надо обращать внимание. Видите, есть, например, картинка. Вот в услуге. Да, в стоматологическую услугу тоже можно картинки выкладывать. То есть, у нас есть короткое описание. Цена. Старое, новое. Название, точнее, да, полное. Есть описание короткое. Для чего это? Зачем он нужен? Есть активная клавиша сразу купить. И есть какие-то иконки, которые нам позволят быстрее выбрать тот товар, который именно нам нужен. Значит, мы можем все здесь покликать, посмотреть отдельные страницы. И займемся сейчас тем, что будем его наполнять сразу. У нас есть все материалы. А вот эти примеры мы сохраним для того, чтобы потом удалить. Но использовать для понимания того, как должны выглядеть те или иные элементы дизайна. Итак, у нас есть какие разделы? Есть раздел сайта общей настройки. Здесь выведены все ключевые основные данные, самые важные, которые распределяются в разные поля сайта. И все основные страницы главного меню. То есть, например, главная страница. О нас. И у нас есть вот такой раздел на главной странице, который называется О нас. Мы можем его менять название, заголовок, картинку можем вставить другую и так далее. Страницы, примеры, заголовок. Главное, заголовок новостей. Заголовок примеров используем. Очень удобно выведены все заголовки основных страниц. И затем идут тексты более подробные. Сайт, на самом деле, очень большой и сложный. Поэтому у него паранель администрирования тоже очень большая. Возможно, в случае создания сайта стоматологической клиники, паранель будет поменьше и попроще. Значит, мы работаем в двух окнах одновременно. Я уменьшаю минимально, точнее максимально уменьшаю размер шрифта, чтобы у меня больше попадало в поле. Значит, какие у нас есть разделы? Общие настройки. Заказы. Это новые заказы, которые будут приходить ко мне на сайт. То есть, это запись пациентов. Тут будет запись пациентов. Можете себе сохранить эту страницу как скриншот и потом на картинке рисовать, что где надо поменять. Баннеры. Баннеры остаются. Это различного рода. Вообще, очень эффективный инструмент. Считаю, надо выделять на сайте для него отдельные поля и понимать, что баннеры должны быть большие, интересные, яркие. И специально под это выбирать фотографии. Очень длинно горизонтальные или вертикальные. То есть, это заготовки рекламные, которые вы можете использовать. В случае стоматологической клиники, там должны быть следующие пункты. Заголовок, описание, картинка. Более подробное описание, если есть какие-то уточнения акции. Цена. Кнопка активности. То есть, клик, перейти быстро или записаться или что-то такое. Можно бренды. Вот у нас здесь будут врачи. Значит, бренды мы выбрали, представляем различные продукты разных производителей. И мы их все здесь укажем. Дальше. Параметры продукции. Мы задали им несколько параметров. Форма, размер, форма выпуска, путеведение, действующее вещество. Мы можем их дополнять, создавать новые и так далее. Это сами продукты. Пользователи. И у нас могут пациенты и врачи регистрироваться на сайте. И врачи видят цены, по которым покупают клиники. А пациенты так, в обычной жизни, видят цены, естественно, розничные. Несмотря на то, что у сайта компонентов 3, дизайн и функционал касаются все-таки пользователя, который на него приходит. Это меню сайта. Это все уже страницы, которые созданы. Вот в таком виде мне сдали уже сайт. Это на самом деле великолепно. Потому что есть примеры. Теги вопросов. Очень интересный инструмент. Можно все вопросы тоже селекторами разбивать. Допустим, пациент ищет имплантацию. Набрал имплантацию. Ему сразу все вопросы по имплантации высыпали. И он в них уже разбирает. Это тогда, когда контента очень много. Тогда нужно выдумать какие-то механизмы его быстрого доступа к нему. Доступа к нему и удобного.